Уважаемые студенты 4 курса, я решил сделать небольшое дополнение к лекции номер 9. Дело в том, что я не успел ее закончить. Есть то, что нужно обязательно вам рассказать в конце этой лекции, а также порекомендовать литературу и задать контрольные вопросы. Итак, мы остановились на событиях лета 1945 года, когда 6-9 августа произошли атомные бомбардировки Хиросимой Нагасаки американцами, а 8 августа, ровно через 3 месяца после завершения войны с Германией, как и следовало по обязательствам Советского Союза СССР, бил войну Японии. 9 августа советские войска уничтожили Квантутскую группировку, освободили Северо-Восточный Китай, Северную Корею, Южный Соколин и Курилы. Силами трех фронтов, двух приморских, одного забайкальского, и это были очень успешные военные операции. Квантутская миллионная группировка японская была на голову разбита. И 2 сентября 1945 года в Токийском заливе на берегу американского линкора Миссури был подписан акт о безговорочной капиталёте Японии. На этом Вторая мировая война завершилась. А каковы потери в этой войне? Общие безвозвратные людские потери просто огромные. Давайте посмотрим небольшой абзац в итоге Второй мировой войны. Надо сказать, что в эту войну были втянуты 64 государства с совокупным населением в 1,7 млрд человек. Погибло более 50 млн человек. Сейчас эта цифра уточнена порядка 55 млн человек. Только в лагерях смерти фашистских, где были газовые камеры, было уничтожено 11 млн жизней, из них половина это евреи. И безусловно экономика большинства воевых стран была подорвана войной, бомбардировками, уничтожением инфраструктуры и так далее. Возвращаясь к нашей лекции, вот вам список рекомендованной литературы. Это учебник по новейшей истории страны Европы и Америки. Работа Вторая мировая война. Итоги и уроки, написанная к 40-летию окончания этого события. Дипломатические слова. История дипломатии. ООН-сборник документов, поскольку он был сформирован по итогам в конце Второй мировой войны. Книга Розанова. Конец Третьего рейха. И книжка западного автора Хастингса «Операция Оверлорд». Это событие, когда произошло открытие Второго фронта в Нормандии. И еще я вам даю небольшой глоссарий. Это геноцид. То, к чему побегали фашисты. Уничтожая отдельную группу населения по расовым национальным и религиозным мотивам. То есть фашисты уничтожали евреев, цыган, сумасшедших они уничтожали. И, безусловно, можно сказать о геноциде славянского населения. Целые деревни зажигались, уничтожались эсэсовцами. Так, вот есть такой термин «геополитика». Поскольку говорят, что война – это продолжение политики. Сейчас очень модный термин «геополитика». Вот посмотрите, кто придумал этот термин и как он рассматривается в настоящий момент. И вот я уже упоминал термин «Land Lease». Это система передачи США в аренду вооружения, боеприпасов, продовольствия и других мультярных и сущностей странам антифашистской коалиции в период Второй мировой войны. То есть только Советскому Союзу по этому договору было предоставлено военной технике, боеприпасов, продовольствия на сумму в 11-12 миллиардов долларов. Вот огромная сумма по тем временам. И еще после Второй мировой войны происходит массовая репатриация. Это возвращение на родину военнопленных, перемещенных лиц, беженцев и мигрантов. Итак, четыре термина – геноцид, геополитика, ленд-лист и репатриация. А теперь вопросы на закрепление. Когда и в ходе каких сражений произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне? Второй вопрос – кто был лидером французского движения сопротивления? Третий вопрос – что вы знаете об операции Оверлорд? Четвертый вопрос – какие решения и кем принимались в ходе Тегеранской и Ялтинской конференций союзников? И пятый последний вопрос – а каковы безвозмездные людские потери всех сторон во Второй мировой войне? Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok